Привет, друзья! Рад вас всех видеть на канале Автоинструктор 62. Сегодня я вам расскажу, как можно разъехаться в узком месте со встречным автомобилем. Какие вообще есть способы? Поехали! Итак, представьте ситуацию, в которую, скорее всего, вы уже попадали и катастрофически ее боитесь. Вы двигаетесь по какой-то прилегающей территории, дворовой территории, относительно узкое место. Вы едете и тут ни с того ни с сего вам на встречу с какого-то с поворота. Либо вы поворачиваете, но тем не менее вам на встречу тоже едет автомобиль. У вас буквально 2,5 метра для разъезда и вы не знаете, что делать. Возникает вопрос, а как с ним разъезжаться? Начинается паника, то ли нужно сдавать назад, а как, а я не умею, я ничего не понимаю. То ли нужно куда-то там залазить на бордюр и так далее. То есть реакция у новичка в такие моменты это паника. Такие проблемы, конечно же, возникают при управлении автомобилем как раз в дворовых территориях, в каких-то дворах, потому что ставят машины в один ряд, дорога остается узкая. Соответственно, мы не можем разъехаться двумя машинами в одной точке. Приходится кому-то что-то, какие-то действия предпринимать. Не будем тянуть резину, переходим сразу к делу. Если получается такая ситуация, что вы действительно понимаете, что вы не можете разъехаться с автомобилем, что делать? Первое, как то ни странно, ничего. Если вы будете поддаваться эмоциям, а именно новичок поначалу и поддается эмоциям, он куда-то поворачивает, и тут бац, навстречу летит машина. Двор буквально 2 метра, он и так боится зацепить там бордюр или машину соседнюю, он не чувствует габаритов, а тут еще навстречу какой-то джипарь едет, либо скорая помощь. Если вы начнете паниковать и что-то делать в таком полухаотичном порядке, не имея опыта, а у вас его, как правило, еще и нет, разъезда в таких узких территориях, вы что-нибудь накосячите однозначно, кого-нибудь цепанете, либо при движении назад-вперед, неважно. Поэтому, в первую очередь, вы должны успокоиться. Просто остановитесь. Просто остановитесь, сделайте глубокий вдох, медленный выдох, не позволяйте эмоциям протверг, и начинайте думать головой, начинайте размышлять, применять метод здравого смысла, как я это называю. Что нужно смотреть, какие нюансы, я сейчас скажу. Второе, что нужно сделать после этого, показать свои действия. Потому что бывает, что вы подъезжаете уже к какому-то, скажем, пересечению дворов, и вам нужно там направо, а водитель раз повернул, вы должны друг друга с ним понять. Поэтому поворотникам покажите, если вы вдруг куда-то поворачиваете. Еще раз, первое, не паникуем, останавливаемся, начинаем думать. Пока вы не определитесь в своих действиях, что вам делать, вы ничего не делаете. И дальше мы думаем, какие есть у вас вообще варианты. Бывают ситуации, когда вы немножечко правее, и сосед немножечко правее. Да, узковато, но вы проезжаете, вот с таким расстоянием от зеркал, но вы проезжаете. Если вы делаете такие манипуляции, прижимаетесь к машинам, в правое зеркало в помощь, вы видите конкретное расстояние, если вы слева-левое зеркало смотрите. Новичок, если он не чувствует габаритов, он не понимает, какой боковой интервал. И бывает часто ситуации, когда там 5 метров, да, грубо говоря, от зеркала до зеркала ваша машина 2 метра и соседа. То есть вам вот 4,20, 4,5 метра вот так достаточно, чтобы разъехаться. Но новичок этого не понимает, не чувствует. Соответственно, там 5 метров, а он боится и прижаться, он боится, что мы не разъедемся. То есть ситуация становится в ступор. Поэтому отсюда сразу же напрашивается вывод, если вы не чувствуете совсем габарит своего автомобиля, то пока не надо вам лезть в такие дворовые территории. Кстати, вот в этом видеоролике целый плейлист, целый плейлист есть у меня по габаритам автомобиля. И вот в этом ролике, в первом, я объясняю, с чего нужно начинать изучение габаритов. Да, вы должны знать ширину своего автомобиля и примерно понимать. 2 метра для своих глаз, 2,5 метра, это сколько? Это столько или столько? Это вам однозначно поможет в таких случаях проезжать в узких местах, да, отвечать себе на вопрос, проедете вы или там между каких-то столбов, разъедетесь вы с ним или не разъедетесь. Если у вас такая ситуация, в которой вы понимаете, что ну вы никак двумя машинами не разъедетесь, что там 3 метра там, да, ну или там меньше 4, тогда здесь какие варианты? Кому-то нужно какие-то действия предпринимать. Еще раз повторюсь, не факт, что вам нужно смотреть по обстоятельствам. Если вы видите, что у вас есть возможность куда-то подвинуться, возможно, какой-то карман, может быть иногда, иногда приходится залазить и на бордюр, на поребрик, кто его как называет, да, вот, ничего с этим не поделать, иногда бывают безвыходные ситуации. Если вы посмотрите, что у вас позади какое-то парковочное место, либо опять-таки какой-то поворот во двор, а ему нужно прямо, да, то, возможно, вам нужно сдать назад. Поэтому в таких ситуациях, когда вы лоб в лоб утыкаетесь с каким-то автомобилем, да, с водителем на каком-то автомобиле в узких местах, вы должны оба думать, показывая свои действия, куда вы едете по отношению друг к другу, посмотреть по сторонам. Есть у кого какая возможность подвинуться, тот ее и использует. Еще раз напомню, что у соседа тоже есть интерес с вами разъехаться. Такой же, как и у вас. И не обязательно вы что-то должны делать. Поэтому, друзья, определенного ответа нет, что делать, если вы понимаете, что вы не можете разъехаться. Еще раз повторюсь, это зависит от обстановки. Есть у вас куда-то подвинуться, вы это делаете. Если нет, то это делает сосед. Ну, а сейчас переходим в автомобиль. И, естественно, чтобы лучше вам понять, что делать в той или иной ситуации, я спонтанно сейчас покатаюсь по дворам. И вы посмотрите, как я себя веду. Я буду все свои действия комментировать в той или иной ситуации, когда мы будем с кем-то состыковываться и не разъезжаться в узких местах. Поехали. Вот здесь, видите, я не стал туда уезжать. Потому что, ну, и препятствия, как бы, на моей стороне. Если я выйду, мы уже никак не разъедемся. Вот то же самое, как бы, препятствия на нашей стороне. Если сейчас поедет встречная машина, ну, интерес, конечно, разъехаться у нас есть совместный, да, вот съедут встречную машину. Тем не менее, как бы, препятствия на нашей стороне, то мы должны уходить в сторону, пропускать. Вот есть пока окошко, да? Я подвинулся и подождал. Старайтесь не перекрывать въезды-выезды. Вот. Если вы бараном туда по прямой проедете, то вы просто лоб в лоб упретесь. Вот и все. Поэтому здесь также во дворе нужно смотреть вдаль. Если вы увидели встречную машину, сразу начинаете думать, как вы с ней будете разъезжаться. То есть возникает вопрос, а как же тогда двигаться, если они так и будут ехать? Ну, вот сейчас будет разрыв, да, мы проедем. Бывает, сколько-то машин проехали, мы опять нырнули куда-то в сторону. Вот видите, водитель не показывает, что у него поломка какая-то. Вот, машина встречная едет, видите, но я пока проскакиваю. Вот, я смотрю издалека, вот стоит Toyota. Могу за ней встать, могу дальше. Ближе к пешеходному переходу, то есть я могу проехать. Но так как я говорю, препятствие на моей стороне, видите, я опять сюда раз, сврятался, выровнялся. Главное себе место для объезда, оставляйте препятствие, чтобы вам потом задним ходом не сдавать. По-другому никак. Говорю, препятствие в данном случае на нашей стороне, да, то есть дорога относительно широкая, она позволяет разъехаться, но припаркованной машины как бы есть. Поэтому немножко не путайте, когда она от бордюра до бордюра узкая, да, и как бы, да, там немножко другой разговор. Здесь у нас преимущества нет. Ну и опять-таки, я говорю, если вот бараном уткнуться, вот опять выезжает такси, что делать? Либо мне туда передам, либо сюда, да, сейчас подождем, куда он, ага, отлично, еще тут таксист. Кто куда едет, этот сюда. Ну, он поворотник раз не включает, значит, сюда. Вот таким. То есть нужно дождаться, почему я сразу не предпринял никаких действий, потому что мне было важно, куда едет таксист, который ехал со встречки. Если он едет налево-направо, то наоборот мне нужно подождать, он повернет, а я потом проеду. Если он едет именно туда, куда я, при прямой, да, тогда, видите, мы с ним вот таким образом разъехались. Здесь все наоборот. Видите, мы едем встречно, и машина едет уже препятствие на его стороне, не на нашей по идее, как бы он нам должен уступать дорогу. Вот. Но не всегда это люди знают, не всегда это люди понимают, что делать, если вас не пропускают в данном случае, когда у вас препятствий нет, а у него препятствия. Прижмитесь, насколько возможно, бордюру, просто остановитесь и ждите, пусть человек сам что-то думает. Это его уже, как бы, скажем так, косяк, как бы, да? Вот то же самое. Видите, он несется. Но подождите, пусть он проедет. А некоторые специально газу не дают ему выехать. Это же, понимаете, в ваших интересах разъехаться. Можно мне было сейчас газануть, мыла, у меня преимущество, у тебя препятствия на стороне, ты меня должен пропускать. А можно просто подождать. Человеку сдавать назад очень много. А вам просто нужно притормозить. Так, то же самое. Видите, мы въехали куда-то во двор. Видим, что стоит машина. Вот смотрите, я уже думаю, у меня есть вариант сдать назад, вон туда, а вот еще есть дорожка. Видите? Есть дорожка. Поэтому сейчас я просто сюда вот так спрячусь. Или что? Или она подвинется? А она двигается. Видите? Еще раз говорю, видите, интерес разъехаться есть у всех. Ну, раз она подвинулась, мне нужно по прямой, значит, я проезжаю. Если бы она поехала в наглую, не в наглую, прямо на меня, я бы сейчас просто перед туда бы убрал автомобиль, она бы проехала, я бы потом сдал задним ходом. Вот и все. Тоже, видите, вот, к примеру, сейчас бы оттуда поехала машина. Вот у вас есть въезд. Либо передом, либо задом. Либо он это делает, либо вы это делаете. Все. Вот тут вот на углу можно разъехаться. Две машины расширения. Но опять-таки, это надо хоть как-то чувствовать габарит автомобиля, чтобы это понимать. Так. Ну, давайте поедем налево. Вот сейчас я опять выезжаю. Представьте, бац, оттуда кто-то едет. Включите заднюю, сдайте назад. Если вы туда поедете, и оттуда кто-то едет, видите, нам уйти некуда, и ему уйти некуда. В данном случае вам надо было бы сдать задним ходом. Потому что вы только что выехали на эту дорогу. Если вот вы сейчас уже едете 100 метров, представьте, вот кто-то выскайкивает нам навстречу. Представьте, сколько нам сдавать задним ходом, чтобы как-то разъехаться. Поэтому, если нормальный водитель, человек, он это понимает, как бы, да, то хорошо. Если нет, то не очень. Вот тоже въезд. То есть, если что, можно разъехаться в дворах. Вообще, не торопитесь. Это пролегающая территория. Скорость не должна превышать более 20. Это не только по правилам, это даже с точки зрения здравого смысла. Так, надеюсь, здесь не будет тупика. Нет, есть сквозной проезд. Так, он узковато. Здесь можно зеркало посмотреть. Зеркала, смотрите, видите, складывают люди зеркала. Вот, пожалуйста, отличный пример. Опять-таки, видите, я уже вижу, что у меня справа есть возможность. Что он делает? Да я подвинусь. То есть, видите, как некоторые водители реагируют, нужно сразу куда-то ломиться. Скорее всего, это новичок тоже. Я-то как бы спокойно хотел подвинуться или он хочет парковаться. Ага, понятно. Он хочет парковаться. Ну, вот это одно из самых сложных понять друг друга. То есть, водитель сразу начал принимать какие-то резкие действия. Обычно так себя ведут новички. Видят встречный автомобиль, нужно срочно что-то делать. Вот в данном случае, как нам разъезжаться? Хоть как бы препятствие, как бы на моей опять-таки стороне, да, но даже не это важно. Важно то, что у меня была возможность уйти вправо. у меня относительно широкое место. Поэтому, конечно, я бы это тоже использовал. Но видите, он паркуется. То есть, я бы сейчас ушел вправо, он бы спокойно сюда заехал и все. Хотя там, куда я ушел, было гораздо лучше место припарковаться. Я не знаю, что он сюда так резко нырнул. Ну, да ладно. Поэтому, друзья, первая реакция, когда вот так внезапно, внезапно вам раз, кто-то нам в лоб выезжает слева, справа, не надо ничего делать, остановитесь. Я всегда говорю, если вы не знаете, что вам делать в той или иной ситуации, вот вы запутались, произошла внезапная ситуация, да, вы ее не предвидели, вот, то первое, что вам нужно сделать, это остановиться, подумать, что вам делать, определиться в своих действиях, а только потом делать какие-то действия, да, не надо сразу куда-то залазить на бордюры, подумайте. Здесь, видите, ситуация, в которой он понимает, что мне сдавать некуда, видите, все наоборот, то есть я въезжаю, а он выскочил, он понимает, что проще мне сдать, вот, поэтому, ну, мне надо сюда, то есть видите, тоже это был его интерес, он прекрасно сейчас понял, что если он просто бараном станет в лоб в лоб, мне сдавать задним ходом очень много, да, мы двигались под ворот, вот такой петлей, а ему просто сдать несколько метров назад, это будет гораздо быстрее, вот, пожалуйста, мне надо налево, так, он куда, видите, я не пойму, он туда, все, он понял, что да, мы налево, видите, она спрашивает, мы туда, я говорю, да, мы туда, они сдали вперед, я сейчас проезжаю, и они сейчас по-любому сдадут назад, да, вот смотрите, в зеркало, видите, они сдают назад, то есть они меня таким образом пропустили, потому что им нужно было тоже туда же, откуда выехал я, видите, иногда даже человек меня спрашивает, мол, туда вы, я ему кивнул, да, я туда, мы друг друга поняли, еще момент, такие как бы тоже пересечения, здесь правилами не оговаривается, да, такие разъезды, вот пожалуйста, то же самое, он, я сейчас правее, видите, он правее, я чуть-чуть правее, аккуратно машину, не торопимся, не суетимся, все спокойно, никакого газа, и он подвинулся правее, все, видите, и мы вот таким образом, таким образом, видите, он поехал в это узкое место, я поехал в это узкое место, если бы такой возможности не было, думали бы что-то другое, он бы может быть назад сдавал, я бы куда-то назад сдал, но, понимаете, друзья, здесь все по факту, опять вот смотрите, друзья, вот еще пример, например, не нужно налево, я вот так выглядываю потихонечку, вижу, что там никого нет, я туда еду, если же вы начинаете туда, прежде чем поворачивать, вы смотрите, что оттуда едет машина, вам тогда надо остановиться, потому что вы должны понять, что вы вон там, на узком участке, никак не разъедетесь, вот если только вот сюда вот вам встать, в сугробчик примятый, понимаете, поэтому вот давайте представим, что мне сейчас направо нужно повернуть, не на дорогу, а в двор, я уже отсюда раз смотрю, вернул взгляд на дорогу, вдаль смотрю, так, что у меня там, ага, видите, стоит машина, вот видите, стоит белый автомобиль, что-то он там разгружает, надеюсь, видно на камеру, а мне, например, нужно туда, то есть, если вы сейчас просто туда бараном, лоб-лоб поедете, конечно, посмотрите, где вы с ним будете разъезжаться, бордюр высокий, у меня легковой автомобиль, я на такой бордюр не заеду, так, нам нужно налево, вот как раз, прежде чем повернуть, мы туда смотрим, ага, там как раз едет машина, мы показываем поворотникам, куда нам нужно, и он показывает, то есть, если бы я сейчас повернул, мы бы уже с этой тетенькой, бы там вряд ли бы разъехались, поэтому, вывод какой мы делаем, прежде чем куда-то повернуть, в узкое место, вы туда сначала посмотрите, нет ли там автомобиля, так же я сейчас по двору смотрю, и сюда, и сразу влево, ага, все, никого нет, значит едем, вот здесь два автомобиля у нас проще, особенно, если нам сейчас кто-то поедет навстречу, и он увидит, что у нас два автомобиля, то он поймет, что вот этому белому автомобилю сдавать назад-то некуда, почему, потому что мы за ним едем, то он сам начнет что-то предпринимать, вот так практически всегда, поэтому, друзья, каждую ситуацию нам нужно рассматривать отдельно, та же история, хоть я и на главной, я подожду, пока там рассосутся машины, видите, там что творится, приезжайте, хотя у меня встречки нет, я могу повернуть, все, у меня появилось местечко, я поворачиваю, поворачиваю, что вот он, смотрите, он поехал, ага, все, а как они сейчас будут разъезжаться, я пока не знаю, я останавливаюсь, потому что я в ряду припаркованных машин, я не знаю, есть там местечко или нет, сейчас они там, все, видите, я уже знаю, что там есть место подвинуться, если вдруг будет тоже ехать встречная машина, мы уже это знаем, вот если бы мы сейчас сразу за этим автомобилем поехали, мы могли бы уже не разъехаться, потому что для второй машины, возможно, места и не будет, мы хотим направо, так, не выезжаем, так, все свободно, свободно, едем, то есть не выныривайте, ребят, никогда из-за угла резко во дворах не выныривайте, потому что такой же ныряльщик поедет, вы даже остановиться толком не успеете, не то что разъехаться, ну давайте налево, смотрим, не видно, делаю наклон руля, выглядываю угловой к рулю, все свободно, выезжаю, а если кто-то едет, подождите, то есть я вот вижу автомобиль, скорее всего это такси, почему я так думаю, потому что он стоит, скорее всего вот кого-то ждет машина, да, все видите, он сам принимает какие-то действия, как я это вижу, он сдает назад сам, вот в данном случае, то есть если бы я повернул, и увидел, что он бы начал на меня движение, тогда бы я остановился, то есть он скорее всего увидел у себя место, видите, есть местечко справа, все, я показываю поворотникам, что я сюда, вот мы с ним и разъехались, и так, после практических примеров, я думаю вы поняли, то что определенного ответа не существует, что вам делать, или что делать соседу, когда вы не можете разъехаться, это зависит от обстоятельств, два, есть ли у кого-то место куда-то подвинуться, но еще совет вам, друзья, если все-таки вы принимаете решение, вот разрулить данную ситуацию, то есть именно вы сдаете назад, именно вы хотите там залезть на бордюр, куда-то подвинуться в сторону, может быть бывает парковочное место, вы туда заезжаете, ваша основная задача, никого не зацепить, поэтому делайте все медленно, спокойно, да, если вы начинающий водитель, налепите вперед, восклицательный знак, не только назад, чтобы люди со встречного направления, чтобы ваш оппонент, если так можно сказать, понимал, что вы начинающий водитель, не думайте, что вы там что-то делаете медленно, потому что еще раз говорю, если вы поддадитесь эмоциям, будете делать что-то быстро, ну вы просто кого-то можете задеть, и если это произойдет, ну тогда будет вообще коллапс, уже куда вы поедете, это уже ДТП, нужно искать хозяина, тут, ну сами понимаете, вы только дров наломаете, вы сделаете в несколько раз хуже, потом еще финансовые потери и так далее, поэтому основная задача в этой ситуации остается, никого не зацепить, ничего не зацепить. Какие мы можем сделать выводы в заключении? Пока вы не начнете попадать в такие ситуации, пока у вас будут только теоретические знания, у вас не будет опыта и практики, да, вам нужно попадать в такие ситуации, самое главное не паниковать, это элементарщина, да, это ничего такого страшного нет, но тем не менее, какие мы можем сделать выводы, чтобы вам хоть как-то решить вот этого проблемы, разъезда в узких местах со встречным автомобилем вы хоть как-то должны чувствовать габариты своего автомобиля вы должны уметь ездить задним ходом и понимать как себя ведет машина при повороте руля да опять-таки при движении назад по-другому никак потому что если вам попадется навстречу такой же новичок как и вы который не умеет ездить назад и не чувствовать габаритов вы будете просто друг другу стоять ждать пока звонить более опытным водителям они будут разруливать ситуацию такие случаи бывали даже в моей практике мне рассказывали ученики ну что ж друзья сегодня на этом все я надеюсь вам понятна тематика да как разъезжаться в узких местах какие у нас есть способы как себя вести весь алгоритм действия вам рассказал остаются какие-то вопросы спрашивайте в комментариях отвечу по мере свободного времени не забывайте подписываться на канал поддержите лайком данный видеоролик я для вас стараюсь для меня это важно ну а я как всегда вам всем желаю удачи на дороге всем пока пока